Белнефтехим. Чистая нефть из России в Белоруссию по дружбе не поступала. Белнефтехим. Чистая нефть из России в Белоруссию по дружбе не поступала. 12.41 РИА Новости. Егор Еремов. Ёмкости для хранения нефти и нефтепровода «Дружба». РИА Новости. Егор Еремов. Ёмкости для хранения нефти и нефтепровода «Дружба». Архивное фото. Минск. 29 апреля. РИА Новости. Чистая нефть по нефтепроводу «Дружба в Белоруссию» еще не поступила, переговоры с российской стороной продолжаются в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим». В Минске в пятницу состоялась встреча операторов магистрального нефтепровода «Дружба России», Белоруссии, Польши и Украины. В переговорах участвовали представители Министерства энергетики РФ, белорусского регулятора отрасли «Белнефтехим», а также РЖД. На встрече обсуждались дальнейшие действия, связанные с некачественной российской нефтью в трубопроводе и остановкой ее перекачки. Как заявил по итогам встречи глава «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, переговоры по транзиту российской нефти по «Дружбе» продолжатся в понедельник-вторник с участием нефтяных компаний РФ. Специалистами организации по нефтепроводному транспорту ОАО «Гомель Транснефт Дружба» и «Палоцк Транснефт Дружба» приняты все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска у Нечи. В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по «Дружбе» не началась, приводит сообщение «Белнефтехим» и агентство «Белта». 27 апреля, 8 часов. Диверсия против «Дружбы», кто отравил нефть в трубопроводе. Концернами и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, при остановке экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти. Ведется также оценка ненадлежащего исполнения российскими контрагентами договорных обязательств, отметили в госконцерне. Проблема с качеством нефти, поступающая из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу «Дружба» на юге республики, возникла во второй декаде апреля. Транснефть признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак 25 апреля заявлял, что нефть в «Дружбе» на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистой.